Здарова. Пока те подписчики, что смотрели меня до этого, окончательно не забыли, что я существую, я выкладываю четвёртую серию выживания на СП-5. Давай. Вы снова увидите много интересных моментов с СП, а также различные эксперименты с барьером. Чтобы всё это не пропустить, пересаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Довольно важным нововведением на СП являются рыбные места. Хотя, скорее всего, все СПшники про них уже знают, но я всё-таки расскажу, потому что я про это не говорил. А я как-никак хочу полностью осветить жизнь СП в своих сериях. Стоит начать немного издалека. Предположительно, из-за того, что отключили жители и цена на починку возросла, многие стали обращаться к Геннадию с жалобами. И чтобы исправить цены на починку, он добавил функцию рыбных мест. На рыбных местах параллельно с обычным лутом с рыбалки можно выловить дополнительные книжки. Кроме обычного рыбного места, есть рыбное место плюс и рыбное место плюс-плюс. На рыбном месте плюс шанс на починку составляет примерно плюс 4%. А на рыбное место, вы откуда, как вы это плюс-плюс-плюс... Те плюс-плюс 8%. Не, они есть, но как они узнали? Рыбное место выбирается случайным образом из мест, которые выбрал Геннадий заранее. И чтобы найти рыбное место, нужно при обычной рыбалке иметь с собой компас. С некоторым шансом он замагнитится и будет показывать нужное вам направление. После этого вы либо по верхнему миру, либо по аду добираетесь до нужного вам места. И там уже вместе с другими игроками вылавливаете себе хорошие книжки. Из заведения рыбных мест наконец-то упали цены на починку. Теперь вместо 200 ара она стоит примерно 32 ара. А если это починка с проклятимой тратой, то примерно 8. Кстати, теперь не я один снимаю ролики по СП-5, живя в Редланде. Один из жителей города, Вангис, записал свою серию по СП-5. Продвигаем, продвигаем. Там он показывает, как он строит часть жилой зоны, которую вы сейчас видите на своем экране. Продвигаем. Если вы заинтересовались, вы можете посмотреть его видео либо по подсказке, либо по ссылке в описании. А, там написано плюс плюс. Теперь, как я и обещал, стоит рассказать про барьер. Как, наверное, многие знают, в ванильной Майнкрафте он находится на 30 миллионных координатах. Но пока что на СП, по некоторым причинам, он находится всего лишь на 13,5 тысячи блоках. Это настолько мало, что до туда можно добраться примерно за 2 минуты езды по хайперлупе в аду. Вы можете сказать, ну барьер и барьер, что такого? Но вот дело в том, что в ванильной Майнкрафте, если сдвинуть один блок в другой с помощью поршня, если он будет находиться вплотную к барьер... Блядь, а если сейчас так сделать, а потом барьер продвинется, то что с этими блоками случится? Ебар! ...яру, то они как бы совместятся. С помощью этого бака можно делать разные интересные комбинации блоков. Так вот, я и несколько жителей Редлэнда решили проверить, работает ли это на СП, и если работает, сделать несколько интересных вещей. короче вот наш так это поршень и кнопочка 23 23 блин а было бы охуенно реально было бы получилось я сейчас нажимайте активе ломать еба так когда барьер продвинется если это так и останется это будет просто охуенно давайте screen на фоне потом же барьер 23 охуенно редстоун саром видимо полные блоки не работает как стекло запихнуть надо все-таки что-то ну попробуем для а у него еще остались а я понял что она открывается а я его я не могу открыть люк его нету после этого мы сделали еще несколько комбинаций и по завершению всех экспериментов стоит подвести некоторые выводы барьерный сп работает точно так же как в ванильном майнкрафте и сдвигая один блок в другой около барьера они также совмещаются во вторых если за барьером стоит какой-нибудь блок то слияние не получится надо обязательно чтобы за барьером было пустое пространство ну и в третьих блок который вы двигали становится фантомным после выгрузки его можно увидеть только после того как вы совершили слияние и не выгружали этот чанг ай бля то есть когда туда придут там это не будет такой фандомный блок с одной стороны не видно его нельзя сломать но с другой стороны он не дает тебя пройти залагивать тебя в одном месте если был способ делать такие фантомные блоки вне барьера можно было бы делать интересные ловушки но пока что таких способов я не знаю если вы знаете можете написать в комментариях пока что вы все еще можете приехать на конец зеленой ветки увидеть там наше сооружение они находятся прямо перед порталом с которого вы выйдете теперь стоит рассказать и про город и про все изменения которые произошли в нем за все это время уже почти полностью была построена новая общага после того как ее строительство будет закончена жители выполнив несложное задание смогут там абсолютно бесплатно проживать и раскладывать свои ресурсы и оформлять как они хотят необходимость этого здания появилась уже довольно давно так как старая общага уже полностью заполнена вокруг жилого острова был сделан довольно красивый берег вот эти камни это супер мега находка для строителей вот у всех примерно такая береговой линии всегда выглядит реально симпатично как будто она омывается в будущем планируется все утесы примерно таким же образом оформить либо же сохранится концепция но узор и виды камней будут уже другие были лучше на дороге теперь вдоль них расположены грибоцветы которые подсвечивают путь из-за чего можно не ставить факела будущем дороге скорее всего будут изменены но пока что этот бюджетный вариант смотрится довольно красиво поэтому он будет сохранен еще некоторое время было построено отделение полиции она располагается на рп острове и был спректирован игрком банки кстати если вы вступите или вы уже жители города вы можете подать заявку и стать полицейским полицейский сохраняет правопорядок в городе на случай экстренных ситуаций рядом с челзоной был построен довольно красивый пляж на которого можете немного отдохнуть вскоре будет перестроен портал в город он уже есть на тесте но я пока что не буду его спойлерить если вы игрок сп и придете на открытие города который надеюсь произойдет в ближайшее время то вы сами его увидите также вы его увидите в следующей серии псп так что подписывайтесь и ставьте колокольчик чтобы этого не пропустил лайк помните таблички который поставил самом начале сп они послужили началом городу примерно два с половиной месяца они так и стояли но потом я решил их немного улучшить так как просто две таблички это неинтересно и неофициально я решил сделать на их месте монумент сейчас на своем экране вы можете насладиться реплеем его постройки слушай но после барьера конечно такой затухлил затухлил слеганса хоть и не в начале ролика как обычно но все же стоит рассказать про спавн и хаб на спавне с прошлого ролика глобальных изменений не произойдет интересных и новых построек могут отметить новый дизайн портала зависший воздух по его стримам потолу и по его видоса можно потом летопись вести кстати забыл то что я хотел летописца нанять метеорит и прилетающий самолет с надписью sp5 прям все за хабом же ситуация интересный месяц точнее сам хаб конечно никак не изменился практически вы сейчас видите его на своих экранах но наконец-то был выбран дизайн и начата постройка основных опер луп в аду для выбора хэпер лупы был проведен конкурс в три этапа сначала пятерка на своем стриме из предложенных выбрал самые лучшие после этого путем голосования в дискорде из 7 хайпер луп выбрали топ-3 самых лучших ну и финальным этапом было голосование между этими тремя на 30 08 2022 строительство уже началось меньше всего была построена синяя ветка а больше всего точнее до 750 координат построена зеленая нихуяся вот это это бан она не должна торчать обрезать что в заключении хотелось бы сказать я постараюсь выкладывать ролики почаще потому что пробажа на месяц это уж слишком также следующая серия планируется не классическая немного измененном формате сами все увидите когда она выйдет увижу надеюсь да